Вести Карачаева Черкесия 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 В итоге был выбран наиболее оптимальный вариант – продажи с инвестиционными обязательствами по развитию инфраструктуры курорта. Этот подход позволяет не только в полном объеме вернуть вложенные государством средства, но и реинвестировать их в развитие других прорывных проектов Северо-Какаско-Федерального округа. А также обеспечить активное развитие курорта уже без привлечения средств федерального бюджета за счет частных инвестиций. Состоялся конкурс «Определен стратегический инвестор», который поэтапно перечислит в бюджет Российской Федерации 24,2 миллиарда рублей. По условиям конкурса в соответствии с соглашением инвестор взял на себя обязательства по строительству за счет собственных средств канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры в объеме не менее 40 миллиардов рублей. Это позволит к 2030 году минимум удвоить туристический поток. Архы станет курортом международного уровня. Сенаторы страны навестили бойцов в военном клиническом госпитале Министерства обороны России в Ставрополе. Они привезли с собой яблоки, сладкие наборы к чаю и две тонны питьевой воды. Все это военнослужащим и работникам госпиталя передали председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и сенатор откорочайший кейсик Рым Казаноков. А в настоящее время в военном клиническом госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащих из разных уголков страны. И этим ребятам необходимо наше внимание. Просто прийти, поговорить, спросить, как дела, узнать, чем мы можем помочь. Мы все в долгу перед нашими защитниками, поэтому стараемся всегда помогать, откликаемся на запросы и знаем, что им приятно чувствовать. Поддержку отметил Крым Казаноков. Вместе с ним в гости к бойцам приехали и председатель региональной общероссийской общественной организации «Инвалиды войны» в Карачао-Черкесии Енадий Жиданов и руководитель регионального отделения общественной организации «Гвардейская смена» Олег Чесноков. Они побеседовали с руководством лечебного учреждения, а после посетили хирургическое отделение, где пообщались с военнослужащими участниками спецоперации. Планы и задачи регионального правительства на этот год обсудили на расширенной планерке. Руководители министерства доложили премьер-министру Республики Мурату Аргунову о проведенной работе, а также подняли актуальные вопросы. В частности, отмечено, что на текущий год запланировано строительство четырех спортивных площадок и трех мини-стадионов. Представители компетентных ведомств отметили выполнение тех заданий для разработки мастер-плана по развитию курорта «Домбай». Кроме того, сейчас проводится подбор места расположения Дома молодежи в Карачао-Черкесии, открытие которого запланировано на этот год. Участники мероприятия также отметили, что присвоенный форуму «Махар. Статус федерального» теперь позволит принимать на своей площадке в Карачао-Черкесии молодежи из 30 регионов России. Сказали и о том, что 9 марта состоится торжественное открытие года педагога и наставника в Карачао-Черкесии. О том, что досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта и планируется обновление оборудования в местах проведения экзаменов в регионе. В завершении совещания Мурат Аргунов поручил проработать вопрос восстановления прямого рейса железнодорожным транспортом по маршруту Москва-Черкесск. Около полутора тысяч социальных контрактов будет заключено в текущем году с жителями республики. На эти цели планируется направить более 230 миллионов рублей. Ожидается, что по 343 контрактам будет оказана помощь в поиске работы. Запланировано заключение более 350 соцконтрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 373 в развитии и ведении личного подсобного хозяйства и на преодоление жителями трудной жизненной ситуации 224 соцконтракта. Работа по внедрению государственной социальной помощи на основании социального контракта началась на территории Карачао-Черкеси в 2021 году. С этого времени заключено более 4 тысяч контрактов. Региональные власти намерены увеличить размер выплат по соцконтрактам для помощи предпринимателям и ведение личного подсобного хозяйства на 100 тысяч рублей. В частности, размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности увеличат с 250 до 350 тысяч рублей, а выплат для ведения личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей. Система соцконтрактов подразумевает соглашение, которое заключается между малоимущей семьей или одиноко живущим гражданином и Центром соцзащиты населения. По условиям такого договора, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки. На базе регионального штаба «Мы вместе» подготовлено очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В этот раз за волонтерами выступили матери военнослужащих. По словам матерей и волонтеров, их взаимодействие началось с обычной группы в мессенджере. Благодаря всем неравнодушным получилось распространить информацию и даже связаться напрямую с матерями военнослужащих из Москвы, Уренгоя, Тамбова и Читы. Кроме нужных продуктов, матери сами приготовили выпечку и домашнюю еду. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкеск «Энерго» приступили к подготовке энергообъектов компании к паводковому периоду 2023 года. Ежегодный пик прохождения паводков в нашей республике переходится на май и июнь, но готовиться к этому ответственному периоду филиал начинает уже с начала года. Тему продолжит Надежда Алакаева, главный специалист службы по оригинальной работе департамента по взаимодействию со СМИ Россети «Северный Кавказ». В этом году для защиты энергообъектов от половодия энергетикам предстоит провести до 40 противопаводковых мероприятий. Это в том числе берегоукрепительные работы в зонах подтопления, опор линии электропередачи 35 кВт в Адыгехабльском и Ногайском районах. Всего в зону возможного подъема уровня воды попадают около 155 энергообъектов филиала Карачаева-Черкеска «Энерго», расположенные в поймах 15 больших и малых рек. Для принятия своевременных мер по их защите от удара большой воды в течение всего паводкового периода специалисты филиала будут вести наблюдения за переходами воздушных линий электропередачи через русло рек. Также после прохождения осадков в сезон половодия энергетики будут проводить их внеплановый осмотр. Все противопаводковые мероприятия в филиале координирует Центральная паводковая комиссия. Для более оперативной работы и обмена информацией налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС по Карачаево-Черкесии и местными органами власти. В Карачаево-Черкесии эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу соответствует времени года. Уровень заболеваемости тесно связан с сезонными погодными явлениями. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой. По итогам прошлой недели превышение эпидемического порога заболеваемости среди совокупного населения не зарегистрировано, но в отдельных городах населения, в частности, среди контингента 15 лет и старше, наблюдается превышение на 97%. В ходе мониторинга циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, которые проводит Региональное управление Роспотребнадзора, лабораторно выделены два штамма вируса гриппа группы B и 21 штамм вируса группы А, H1N1. Представитель общественного совета при МВД по Карачао-Чекесии Джамал Тибуев поддержал пропаганду нулевой толерантности к потреблению запрещенных веществ, особенно в молодежной среде. Проблема наркомании – одна из серьезнейших проблем современности. Мы знаем, что бороться только с распространением психотропных веществ бесполезно. Если будет спрос, то всегда преступники найдут способ донести, передать наркотические вещества молодым людям, наркоманам. В первую очередь, эта проблема особо актуальна в молодежной среде, так как молодые люди не всегда понимают ту ответственность, те последствия, которые употребление психотропных веществ может принести для их здоровья, какое влияние они будут оказывать на окружающих, близких своих, родных, семье. И наша задача при воспитании молодого поколения – привить им так называемую нулевую толерантность именно к употреблению психотропных веществ. Завершился ремонт спортивных залов 6-й школы Карачаевска и лицея номера 3 из Джигуты, который проводился в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Благодаря оригинальному содействию спортивные залы получили современные условия для занятий физической культуры, в частности, раздевалки, душевые, спортивный инвентарь, отопление и коммуникации. Оба спортзала находились в аварийном состоянии. С наступлением холодов занятия в них практически останавливались. Кроме того, в этом году в Карачаевске будут отремонтированы 6 спортивных залов. Одни обновятся в школе номер 3 станицы «Сторожевой», гимназии номер 4 из Джигуты, в школах села Биске, Саула-Инжи-Чишхо, поселка Мара-Аегы и села Талык. В Центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» Черкеска прошла первая выставка глиняных скульптур. Авторы этих работ – участники интенсивной профильной программы, что была запущена в Центре в тестовом режиме. Руководил двухнедельной программой заслуженный художник Карачаевске Кашалий Зармамбетов. В первую очередь ко мне пришли, порисовали, полепили. Я сразу выявил, кто может лепить и кто может рисовать. Но нам нужно было много лепить, особенно на гончарном круге. Я вначале давал им одинаковое задание. Кто-то успевал за один раз, а кто-то через пять. Поэтому проверялось их терпение, усидчивость, и дальше смогут ли они терпеть то, что я говорил. Вот это все совокупно продолжалось. Ну и последняя информация. По итогам, состоявшегося в Ставропольском крае первенства Красногвардейского округа по кикбоксингу, спортсмены спортивной школы номер 6 Черкеска завоевали 6 золотых и 8 серебряных медалей. Кубками за лучшую технику также награждены Даниэль Априсян, Курман Хачиров, Алексей Бондарев и Вадим Остроухов. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду, в горах при порывах до 12-14 метров. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла утром на дорогах местами гололедится. В горах плюс 2,7 и сохраняется лавина опасность. В Черкесске днем без осадков, в ветер восточный 6,11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 16 градусов выше нуля и утром на дорогах гололедится. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Ритонирова. Вы слушали радио России Карачаево-Черкесия. До новых встреч!